Всем салюты солнечной Доминиканы, девчонки и мальчишки, наконец-то у меня появился повод похвастаться и показать вам мою орхидею, которую я нашла на дереве. Как это было, я оставлю ссылочку на видео в описании. Мне подарили деленочку, на данный момент она уже довольно подросла и выдала мне цветонос. То есть у меня спустя полтора года, может быть чуть больше, будет первое цветение. А изначально я не знала, как называется эта орхидейка, потому что, сами понимаете, росла на дереве. Но однажды я ее видела у одного человека и он сказал, что она называется Браутония домингенсис. Ну и само название домингенсис означает, что эта Браутония произрастает именно в Доминикане, хотя сам ее род это Карибские острова и Багамские острова. Так что это самый настоящий доминиканский чистый природник. На блоке из кокоса она себя прекрасно чувствует, никаких горшков, никаких кашков. Все я сделала максимально приближенно к естественным условиям, так как она росла. Раньше продолжает наращивать псевдобульвы и готовится к цветению. И вот мы уже в цвету, у нас всего лишь три цветочка, но есть еще бутоны. Цветы нежно-розового цвета, не ароматные. Но меня это ничуть не огорчает. Самое главное, что она зацвела и как две капли воды похожи на материнское растение. Цветочки опять-таки, повторюсь, похожи на котлеи, хотя именно эта орхидея была причислена к роду котлеи, но с недавних пор это Браутония. Что хочу отметить по этой орхидее. Как вы видели, она растет на дереве, поэтому эта орхидея для ленивых. Прошу взять на заметку для тех, кто не любит ее поливать, потому что она должна расти с открытой корневой системой, чтобы было хорошее проветривание. Солнечные лучи пойдут ей только на пользу и обязательная просушка между поливами. Когда она была молодая, я ее обрызгала два раза в день, но когда она уже полностью адаптировалась, поливаю только обрызгиванием один раз в день и желательно с утра, чтобы в течение дня она полностью просохла и не оставалась на ночь с мокрой корневой. Еще я вычитала одну вещь, что эта орхидея не переносит никаких химикатов, ни удобрений, ни различных препаратов по борьбе с паразитами. Слава Богу, за все это время на нее никто не нападал, но если все-таки это произойдет, не дай Бог, желательно, чтобы все этих паразитов вы удаляли вручную. Ну или на крайний случай какие-то народные средства. Вы сами понимаете, почему, потому что это природник, естественно, в природе никакие фундазолы, максимы не водятся, и с неба на них не падает. Ну а в общем, это Браутония Домингентис, очень простая орхидея для выращивания. Рекомендую новичкам и ленивым. На этом все, до новых встреч, пока-пока, счастливо!